Всех приветствуем! Сегодня я покажу, как самостоятельно потянуть подвздошно-поясничную мышцу. Подвздошно-поясничная мышца у нас начинается от тела поясничных позвонков, идет сверху вниз, выходит через мышечную лакону и крепится к горшому верху бедренной кости. Функция данной мышцы при фиксированном корпусе сгибаем бедро, ну, поднимаем, при фиксированном бедле наклоняя корпус, приближая. А также эта мышца часто в формировании поясничного ладроза, изгиба вперед, ну и поддержание осанки, часто дает болевые ощущения. Итак, первый вариант. Ну, нам нужна какая-то высокая поверхность, ну, в данном случае у меня кушетка. Что мы делаем? Мы ложимся так, чтобы ту мышцу, которую мы будем тянуть, в данном случае слева, ножка свисала вот таким вот способом. Мы ложимся, держимся. На вдохе мы чуть-чуть, я бы, приподнимаем ножку в статике, на задержке дыхания 5-7 секунд держим. Вдох, подняли и выдох. 15-20 секунд мы просто ножку расслабляем. И под действием силы тяжести ножка растягивается. 15-20 секунд расслабимся, опять вдох. Чуть-чуть напрягаем, совсем чуть-чуть, чтобы ножка поднялась буквально там на 10 сантиметров. Напряжение более расслабленное, колено расслабленное. Только как бы вот передняя часть бедра, ну, и немного пресса. Мы делаем, опять вдох. Ну, на что-то так таз наполовину свисал. Грубо говоря, от ягодичной, межагодичной складки ножка свисала, как бы одна ягодица, чтобы свисала. Вот мы таким способом делаем. Опять вдох, держим, выдох. Опять так же, 20 секунд продержали. Опять делаем вдох, напрягаемся, удерживаем, выдох. И расслабляем ножку. Вот, и под действием силы тяжести мышцы растягиваются. Ощущения должны быть, ну, примерно вот, где идет складка, где нога сгибается, здесь. И немного, как бы, не совсем пройдется, но более пояснится. Ощущения таких вот вдохов-выдохов, ну, до 7-10. В зависимости от вашего состояния. Второй способ. Если высокой поверхности нету, можно поделать при помощи стула. Мы берем стул. Сейчас немножко камеру опущу пониже. Тоже покажу на дне левой ноги. Мы кладем ножку так, чтобы колено опиралось на стул. Стопа свисала. Вот такой вот стул. Корпус делаем ровно. Самое главное. И мы начинаем, ну, примерно, чтобы вот, почти, может, бедра были вместе. Можку ставим. Небольшую неподвижную опору. Делаем вдох. И на дне левой ноги, как мы пытаемся, ногу привести, но без движения. Просто легкое сопротивление, сокращение нам необходимо немного создать напряжение в данной мышце. Делаем вдох. Ножку как бы тянем. Также те же 5-7 секунд. Выдох. И на выдохе мы корпус оставляем ровно. За счет того, что мы сгибаем ножку в колено-дозабедренном суставе опорной ножки. Мы делаем выдох. И также вот растягиваем. Ощущения должны быть, ну, также примерно вот, переднее и верхнее бедро. Немножко пах. Немножко пояснись. Самое главное мы делаем это очень медленно. Вперед. Медленно. Поэтому опора. 15-20 секунд на выдохе. Опять вдох. Опять пытаемся ножку привести, но с этого же положения мы не двигаемся ни вперед, ни назад. Просто легкое напряжение. Пытаемся как-то ножку привести, создаем напряжение. 5-7 секунд. Выдох. И еще чуть-чуть вперед. Те же 15-20 секунд вперед. Крайно делаем медленно. Опять вдох. Опять пытаемся ножку привести. Выдох. Еще вперед. Чем дальше мы оплоняем ножку вперед, тем движение становится... Например, если мы первое делаем довольно объемное движение, амплитудное, второе меньше, третье еще меньше, последующее все меньше. Потому что мышца уже растянутая, уже есть напряжение, есть болезненность. И если мы сделаем какое-то резкое движение, то мышца может сократиться. У мышцы такое есть свойство, что если ее растягивать медленно, то она тянется хорошо и расслабленно. Если какое-то резкое напряжение, рефлекторный спазм. Ну и все, что проделанное, будет напрасно. И следующий вариант. В принципе, то же самое, что со стулом. Мы делаем на палу. Становимся так, чтобы ведро корпус был на одном месте. Опорная ножка впереди. Стопа расслаблена. Также на вдохе мы пытаемся немножко спинуть ножку вперед. Легкое дело напряжения. И на выдохе сгибаем ножку опорную вперед. Коленки. И растягиваемся. Самый главный корпус должен ровно. Если мы корпус заваливали, соответственно, линия выпрямления бедра в корпус сглаживается и нет напряжения. У нас идет растяжение данной мышцы только за счет того, что бедро и корпус угол больше 180 градусов. Вот бедро выходит в угол. Видите, получается больше 180 градусов. И так же вперед, вперед. Все так же медленно. Так же вдох. Пытаемся привести ножку. Выдох. Те же 15-20 секунд. В принципе, вот этих трех упражнений вполне вам хватит, чтобы данную мышцу самостоятельно себе растянуть в спортзале. Данная мышца дает боль в поясницу, бывает, дает бедро, поэтому ее хорошая эластичность позволяет справиться с многими больными в пояснице. У меня основной геназак где-то болит. Более в пояснице, а вот и не в пояснице. Вот эта мышца как раз дает, одна из пяти мышек продает боль в пояснице. Таким способом ее можно потянуть. Будут вопросы, пишите. Всех благодарю за внимание. Всем спасибо. Всем пока. Будьте здоровы.